Еще раз доброго дня, дорогие мои. Ну, перед тем, как поехать в Турцию, в Казахстан, хотел бы еще на один вопрос ответить. Моего подписчика мне звонит уже третий раз, как бы скажем так, и этот вопрос наверняка волнует многих-многих-многих обладателей квартир на территории Турции, но которые иногда заездами живут, да. Как быть с квартирами? Сдавать, не сдавать. Мой ответ один, чтобы вы знали. Не сдавать, никого не прописать, и не будет никаких проблем. Если хотите, чтобы в этой квартире как бы был порядок, да, порядок был, чтобы она все, и айдаты платились. Без прописки, вот, вашего, например, друга, но не местного нашего, у которого есть квартира, или есть гражданство, без права прописки заселите его, пусть живет. Пусть живет, вот, никаких соглашений об аренде не делайте. Вот, пусть живет, не надо прописывать ничего. Вот, это задают и у Рима группе тоже, и мне уже третий звонок, как бы, как быть, что быть. Еще один выход есть, это даете надежному своему человеку, которого вы считаете надежным человеком, генеральную доверенность Турции, которой будет, в генеральном доверенности должно быть указано, что этот человек будет ухаживать за квартирой, следить за квартирой, платит за вас айдаты, платит всякие сборы, вот и все. И нотариально оформляйте, и все. Этот человек будет там, даже если у него в другом месте квартира, или в другом месте прописан, он может спокойно там жить, без прописки, без ничего. Без ничего. Он будет там жить, и, как говорится, платит все вот эти, коммуналка, маммуналка, и следит заодно. И ваша квартира будет в таком состоянии нормальном, и все, никаких. Но я еще раз хочу сказать, сдавать в аренду, тем более долгосрок. Задолбаетесь, короче, оттуда выселит. Вы будете годами жить, как вот эта женщина в Анталии жила, я не знаю, что с ней случилось. У себя же дома, в подъезде не могла в свою квартиру зайти. Хотя срок арендного договора закончился, все закончилось. Эти люди не выходили, они на чем там не закончились. Здесь суды длятся года. Это раз, во-вторых. Пока до суда дойдет, три года вы минимум будете ждать. Три года. Два-три года. Вот мой совет. Вот обладателям вот этой жилплощади. И еще. Меня спрашивают, а не будут ли там подниматься всякие там айдаты, сбор, даже если он живет. А тайда от всего ваше, как бы живет или не живет, это не зависит. Вы будете платить. Будете платить. Вот. Или же к вашему приезду, например, вы приехали, уже список будет, сколько оплачено, сколько надо оплатить, сколько ваш долг, за что. Если дома провели какую-то работу, если в сете какую-то работу провели, тоже на всех это раскидывается. Там, например, водопровод поменяли, бассейн почистили. Кстати, обладателям квартир в сете, прежде всего, вот это мое послание. Ребятки, даже может быть так, что ваши квартиры, ваши квартиры вам будут золотые, даже если вы не будете жить. Не будете жить. Потому что сейчас, возможно, даже введут, возможно, я так думаю, а у меня когда всегда получаются сборы курортные, типа, вот, потому что иностранцы владеют жильем. Вот. Или какие-то другие сборы. Кроме этого, еще в сете постоянные сборы. Это на бассейн, на там сауну где-то есть, хотя даже он не работает. Бассейн, который вечно без воды. Или там ковры моют, да. Вы за все будете платить. И немаленькие деньги. Сейчас уже вода увеличилась, цена воды. И неважно, вы эту воду пьете дома, или эта вода идет в бассейн. А бассейн, сам понимаете, несколько тонн воды в бассейне. И, пожалуйста, и за это тоже вы будете платить. Как? Так же, как и за питьевую. Так же, как и за питьевую. Рассейнки будут одни и те же. У меня вот человек пишет, говорит, у меня в сети, говорит, уже, говорит, я, говорит, как будто, говорит, там, говорит, мой катка, говорит, я, говорит, так у вас же бассейн есть? Он, говорит, да. Но я, говорит, там не купаюсь. Я, говорит, разницы нет. Электричество тоже самое. Сейчас подорожало. Освещение, например, в вашей квартире. Ну, допустим, там есть такой обычный дом подъезда, да, общее такое освещение. Но есть еще освещение сети всего, территории сети. За все это тоже вы будете платить. Так что, сейчас, возможно, содержание сети будет золотым. Времена Лафа уже прошли, ребята. Так что, думайте, лучше ли вам иметь здесь квартиру и держать его, да? Я вот на днях разговаривал с моим дорогим братом, земляком, который живет в Америке уже 20 лет, у которого квартира в сети, в Алане. Я ему тоже сказал, он, говорит, вы, говорит, правы, вы, говорит, правы. Наверняка, говорит, я приеду, говорю, буду продавать. Вот. Уже два года он здесь не был. А так он приезжал, два раза отдохнул, так, и все, у него квартира стоит. Я говорю, у тебя сейчас приедешь, я говорю, счетов будет немерено. И будешь за все платить. И окажется так, что ты лучше бы, наверное, в отеле пришел бы отдохнул раз в год с питанием пятиразовым, да? Это намного дешевле обойдется, чем содержать в сети квартиру. Вот и все. Всех вам благ. Пока. Пока.